Привет, мои дорогие друзья! Вы знаете, не успели еще затихнуть баталии касательно вчерашнего брифинга и ряда заявлений господина Мединского, представителя российской стороны. Не успели еще многие люди осознать то, что олигарх Абрамович, который реально переживает за свои яхты, клубы и миллиарды, внезапно оказался представителем Российской Федерации на переговорах. И не надо говорить, что не оказывался, он оказался представителем Российской Федерации на переговорах. Потом пытались съехать и говорили, что он нейтральное лицо. Короче, не успело вот это вот все осесть, все еще дымно, и многие люди в этом дыму говорят, может показалось, да? И вот сегодня новое. Опять кое-что показалось. Смотрите, друзья, с чего все начиналось? По поводу оплаты в рублях за газ. Начиналось все, конечно, с драконовских санкций, санкций, которые, ну, прямо так и говорили, для того, чтобы похоронить, уничтожить экономику Российской Федерации, да? Вот, эти санкции вводились, вводились, а потом российский Минфин попытался выплатить долги в рублях, а их не приняли. И это создало опасность технического дефолта. Ну, как это так, вы не принимаете, ну, то есть, и что делать, да? И поэтому Путин в противовесе, в противодействии вот этому, поручил правительству разработать механизм оплаты за газ для недружественных стран, а их около 50, только в рублях. Которые нужно будет для этого покупать на внутреннем рынке России. Это очень серьезное решение. То есть, они должны будут покупать рубли, заводить валюту и оплачивать. Собственно, чтобы понимать, сколько оплачивать, да, Россия экспортирует где-то 10 миллиардов, на 10 миллиардов долларов в месяц. Ожидаемое поступление, таким образом, 166 миллиардов в год. Ну, и рубль резко укрепился по отношению к доллару сразу же, а спотовые цены в Европе на газ подскочили. Совершенно очевидно, что поставлять наши товары в европейские страны и США и получать оплату в долларах и евро не имеет никакого смысла. Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начнем с нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть, отказаться от использования в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют. Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. Изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли. Всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции и создана понятная и прозрачная процедура проведения платежей, включая приобретение рублей на российском внутреннем валютном рынке. Идея россиян понятна. Есть 50 недружественных государств, есть список и вот им будет дано. Причем, что контракты заключены, заявляется о том, что контракты, ранее контракт, мы соблюдаем контракты. Просто валюта оплаты теперь вот такая вот, потому что тогда, когда мы подписывали эти контракты, тогда не было с вашей стороны присоединения, к примеру, к таким драконовским санкциям. Вот, теперь вот переиграем. Сразу же понеслись предложения в Госдуме о том, что на рубль мы переведем оплату и за древесину, и за всевозможные другие ништяки. Зерно, удобрения, уголь, металлы, как ранее говорил спикер Володин, это историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. России. Дедолларизация в самые кратчайшие сроки, потому что санкции-то уже работают, они же не когда-то там будут работать, поэтому в самые ближайшие сроки до 31 марта. Потом эта цифра будет звучать, еще эта дата будет звучать. Некоторые страны, ну типа Молдова, заявили, что в принципе допускают такую схему. У молдаван расчет рубля, кстати, предусмотрен контрактом с Газпромом. Некоторые, даже не входящие в список недружественных, сами вызвались, мы будем платить рублями. А вот дружественная Сербия отказалась, мол, мы будем продолжать использовать иностранную валюту. На Западе в целом идею восприняли критически. К примеру, Словения заявила, что никто не будет платить в рублях, хотя Болгария, к примеру, была даже согласна на это. Но если не возразит ЕС, а ЕС возразила. Вот Болгария является частью Евросоюза после введения санкций против РФ и принятия коллективного решения, наша страна будет его соблюдать. Коллективное решение подоспело. Ушсула фон дер Ляйен сказала, что оплата в рублях стала бы способом обхождения санкций, которые ЕС вел против Российской Федерации. И таким образом намерена перейти к общеевропейским закупкам газа. Будут общеевропейские закупки газа, дабы не допустить дефицитов в подземных хранилищах и всевозможных манипуляций. Вместе с ЕС высказались против страны J7, которые назвали решение односторонним, нарушающим заключенные договоры. Это нарушает ранее заключенные договоры, поэтому все. Это вообще какой-то нерыночный подход. У Путина нерыночный подход. Для чего Путин это сделал? Объясняется. Шаг Путина нацелен на поддержку валюты и сдерживание инфляции. Вон тот самый доллар, который прыгнул. Продолжает представитель Кильского института мировой экономики Клаус Юргенген. По его мнению, при нормальных обстоятельствах Центробанк продавал бы доллары из своих резервов в обмен на рубли, чтобы поддержать обменный курс. Однако из-за западных санкций это вряд ли возможно. Канцлер Олаф Шольц сказал, что так как контракты заключены в евро, то и платить будем в евро. И призвал всех других платить в евро. А Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину и сказал, что в рублях платить не будет. Дата неумолимо приближалась. И общественное мнение было однозначное. Надо платить, заставлять их платить в рублях. А не хотите, так вот получите сейчас. Что сказал Путин? Нужно создать для них понятную, прозрачную процедуру проведения платежей, включая и приобретение российских рублей на нашем внутреннем валютном рынке. Прошу Банк России с правительством в недельный срок определить порядок совершения таких операций. Ну, с пониманием, конечно, с нашим обязательно подходом подошли к этой ситуации и в Украине. И Кулеба, несмотря на то, что транспортировка российского газа продолжает происходить через территорию Украины, заявил, что каждый, кто будет оплачивать в рублях, тот будет оплачивать убийство украинцев. Если любая страна ЕС клонится перед унизительными требованиями Путина платить за нефть и газ в рублях, это все равно, что помогать Украине одной рукой, помогать россиянам убивать украинцев другой. Несмотря на все это, российская сторона продолжала гнуть свою линию. И четко маячила 31 марта, как время, когда наступит, собственно, холодный кирдык. Ну, сейчас уже, может быть, в Европе не так холодно, но вы же понимаете, что дело-то и, может быть, не в отоплении. Можно перейти на электричество, в крайнем случае, или там на дрова, дело в экономике. Вот, доходило до классического, то есть дошло до классического. Не будете платить, отключим газ. Знаете, президент России Владимир Путин поручил руководителям правительства, Банка России и Газпрома до 31 марта представить ему доклад о переходе на расчеты в рублях за газ, поставляемый в недружественные страны. Европа отвергла предложение Москвы, и тогда Кремль непрозрачно намекнул на отключение газа 1 апреля. Вместо шутки. Пресс-секретарь Песков предупреждал покупателей о изменившихся обстоятельствах. Все, уже не то время, потому что мы живем вот так вот под санкциями, ну типа россияне, да, и вот вы теперь будете, будете теперь выполнять наши условия, друзья, потому что у нас есть сверхоружие, это газ. Компании должны понимать, что просто надо купить за их валюту евро, доллар, рубли, и рублями оплатить газ. Ну пожалуйста, де-факто практически ничего не меняется, тем не менее это поручение президента. До 31 марта все опции этого процесса просчитываются. Бесплатного газа не бывает. Всеевропейской благотворительностью Россия не занимается. Общественность в интернете уже неистовала просто. Уже вспомнился и Хрущев, который бахал и говорил, что мол типа Кузькину мать, да, ну как по легенде. Но Кузькиной матерью стали потом ракеты на Кубе, а здесь будет отключение газа. Не хочешь платить, отключим газ. Мемы гуляли. Все-все-все шло к 31 марта. Глава Совета Федерации Матвиенко сообщила, количество энергоресурсов на мировом рынке ограничено. После пандемии сейчас идет бурный рост восстановления экономики. Мы видим, как бурно развиваются страны Азии, Китай, Индия и потребность в энергоресурсах, безусловно, будет расти. Если они, имеется в виду Евросоюз, примут такое решение, значит у нас прорабатываются различные варианты замены рынков. Только и всего. О том, что Россия не будет заниматься благотворительностью, говорило много политиков. И вот оно 31 марта маячит и Пескову задают вопрос. Песков отвечает, что процесс оплаты российского газа, поставляемого в недружественные страны в рублях, не будет запущен непосредственно на 31 марта. Мы же с вами говорили, что оплата и поставки это растянутый по времени процесс. Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено рублями. Там более растянутый по времени, технологический просто. Представитель Кремля также пообещал, что механизм оплаты рублями российского природного газа, Поставляемого в недружественные страны Будет обнародован На вопрос журналистов Известно ли в какой форме президенту будут доложены Соответствующие предложения И будет ли это мероприятие публичным Песков сказал Пока не располагаю этой информацией Но в любом случае, конечно, данные обо всем этом будут доступны Поэтому давайте дождемся завтрашнего дня Смотрите какая история Это реально сверхоружие С этим даже глупо спорить Потому что Россия обладает Колоссальными запасами газа А Европе этот газ колоссально необходим Но есть такие нюансы Эти нюансы начинаются со двора Когда вы еще маленький Когда вы живете в социуме И вы обещаете кому-то что-то сделать А потом вы не делаете Такое может произойти один раз, второй раз А потом на вас начинают странно смотреть Если не было возможности сделать такого А скорее всего не было Потому что кто будет потом относиться Как к надежному поставщику газа Если можно вот так вот взять и обрубить Суть в том, что Теперь Европа Глядя на то Как, эх, и зажмурившись Даже ожидая 31 марта И видя, что ничего не произошло Не может ли случиться такого Просто ваше мнение Мне интересно ваше мнение Что Европа задумается И запад Коллективный запад задумается А не будет ли того же самого Собственно с ядерным оружием И когда такая мысль Впервые появится в голове У кого-то И начнет, не дай бог, пускать свои корни То все может вылиться совсем Какую-то плохую историю Друзья, когда уже был записан этот ролик Я одним глазком посмотрел комментарии Потому что в соцсетях я написал Что в принципе все ясно И там появились те Которые появятся сейчас Массово появятся На телевизоре и в ютубе И они будут рассказывать Что так мог сказать Только человек Который ни хрена не понимает Это Да некоторым людям Вообще не стоит о чем-то говорить Это же было сказано Будет разработан механизм Вот когда разработают этот механизм Тогда будет следующий механизм Смотрите, я всем этим людям Хотел бы, чтобы вы Переадрисовали другой вопрос Как быстро были введены санкции Как-то это все выглядело очень странно Я надеюсь не только для меня Пока